я хотел бы рассказать про то какую необходимо собирает ромашку что с ней дальше делать соответственно как сушить в каких условиях и так далее тому подобное вот прежде всего хотел бы рассказать какую необходимо собирать ромашки ромашки в есть великое множество и садовая и обычно луговая и соответственно которую мы будем собирать ту которую мы будем собирать называется аптечная ромашка вот выглядит она примерно вот так чтобы не перепутать ее с обычной ромашка скажу наглядно похоже она на укроп метал такую лепесточки соответствующие не собирает собирается она соответственно только верхней части это у нас соцветия сама дальнейшем она и сушится что быстро эффективно собрать там как по одному собирать это у вас будет долго занять берется ладонь сжимается и соответственно вверх делается это ромашка я покажу далее принципе смотрим сейчас мы собираем непосредственно везем домой и там я покажу что есть дальше дело о чем хотел бы на сказать это будьте осторожнее в этом году восемнадцатый год подмосковье вот сколько 3 4 выезд уже очень много змей змей уже и но уже они безопасно а вот змеи да смотрите под ноги будьте аккуратно помните воздух ждут дома вот ни одна рыбалка не одни выезд на природу за грибами за травой не стоит жизни вашей взрослого человека змеи в принципе не опасно вот для детей для стариков да это очень и очень опасно все всем удачи удачных вызов на природу берегите высыпались рюкзака разложили рюкзак вот и дальше что мы делаем с нашей ромашка мы нашу ромашку укладываем на ровное место главное чтобы на него не попадало солнце вот можно газетку где-нибудь на столе если свой дом тогда где-нибудь на веранде вот если квартиры тогда можно в принципе на любом незанятым пространстве я сушу ее на сосны диване на корке туристическом вот так это выглядит вот она ромашка выложена сохнет так она будет сохнуть на протяжении до пяти дней до пяти дней она высыхает здорово быстро далее я ее упаковываю храню уже непосредственно в баночку такой банки храню непосредственно убираю в одну из полок